вот не бывало еще неделя чтобы не вскрылся какой-нибудь интересный схематоз с которой с большой долей вероятности ведет в самые высокие кабинеты башкирском чиновникам зачастую плевать что их интересы идут в разрез не только интересам наших граждан ну и собственным планам и обещаниям доброго дня друзья это снова итоги недели на канале пруф рф с вами как всегда рамиль рахматов но не устану вам напоминать про возможности значит донатить наш проект а как минимум помогать нам в продвижении этого видео и канала в целом это очень значимо и важно для нас настоятельно жду что вы будете обязательно подписываться на канал после просмотра я также жду от вас комментарии относительно событий уходящей недели ну и поехали оперативное совещание правительства республики 10 мая после затяжных праздников наш башлавы никак не мог пропустить это даже не потому что он трудоголик просто после поездки на донбасс и новые территории а также праздника великой победы радио хабирову позарез нужно было погреться на патриотической теме ассоциировать себя с подвигом предков и прочее вот если вы думаете что на советской площади стоит памятник только лишь генералу минигали шумуратову то мне кажется глубоко ошибаетесь и на этом же оперативном совещании и много раз до этого башлавы постоянно говорит об этой площади и памятники он намеренно создает вокруг этого некий миф и культ но в этом культе мифе на самом деле ради фаридович видит прежде всего самого себя за пустотой реальных успехов этот свой образ он хочет вбить в наше сознание это кстати на мой взгляд один из элементов явного дрейфа нашего башла в сторону туркмен баши о чем я вам говорил в прошлый раз на оперативке кстати ситуация снова повторилась очередные поздравленные с днем значит рождение чиновники с подовосстрастным лицом снова прижимали руку к сердцу но это уже полная копирка 3 мая отметил свой день рождения глава администрации болтачевского района субушев ильгиз охвасович поздравляем желаем успехов всего самого самого доброго глава организация глава администрации оргазинского района шагариддинов арслан назирович 40 лет ему исполнилось поздравляем желаем успеха процветания район 8 мая день рождения отметил министр праведопользования и экологии позывов не асман сурыч днем рождения поздравляю 9 мая свой день рождения отметил глава администрации города гидели ир назаров и денис эльдарович мы тоже поздравляем его желаем успехов наш молодой глава так что надеемся на вас развитие города гидель казалось даже вроде бы здоровое начинание у нас простым глупым словом умеют испортить я здесь имею ввиду учрежденный у нас день поминовений и почитание можно конечно спорить о дате 6 мая но сама по себе идея хорошая но когда ради хабиров на этом оперативном совещании ляпнул что мол мы создали людям возможности прийти на кладбище тут мне хочется и остается только ответить спасибо барин что разрешаешь ходить на кладбище кстати о деревенских кладбищах здесь главе республики самому бы быть глубже в теме примерно раз в две недели мне жалуются или пишут нашу редакцию и обращаются за помощью простые сельчане со всей республики которые собирают деньги на благоустройство своих кладбищ например забор поставить очень многих местах муниципалитеты на них просто откровенно забили если же обратить внимание на доклады с данного освещения тут имею ввиду не оперативные доклады по смертности дорогами пожаром то снова можно убедиться в том что наши руководители живут в какой-то своей иной виртуальной реальности розовых пони и пытается втянуть в нее и нас это прямо ярко видно по докладу министра образования и блата хажин ради хабиров радостно значит по его итогу констатировал что с питанием школах у нас все хорошо а во вторых значит большинство выпускников башкирии обеспечены бюджетными местами в университетах сказал ради фаритович здесь цитирую если взять за сто процентов количество всех выпускников которые выходят в 11 класс то 90 процентов обеспечены бюджетными местами в наших вузах мы все это время увеличивали количество бюджетных мест а получается дескать они теперь сразу могут попасть на бюджет конкурс тогда получается ну как бы не очень активный сказал хабиров надо в целом повышать качество наших вузов чтобы к нам приезжали значит из других регионов вот давайте здесь остановимся на этом высказывании проанализируем его внимательнее ради фаритович некогда еще премьеру лил на юрфаке но видимо так и не понял простой элементарной истины что среднего конкурса не существует в природе когда вам говорят что конкурс например пять человек на одно место то вам лукавят вот это как со средней зарплатой есть множество льготных категорий абитуриентов которые проходят вне конкурса которым сейчас в последнее время добавились участники сло их дети абитуриенты с новых территорий для среднестатистического обычного абитуриента конкурс реальности в таких условиях есть и будет в разы выше чем средний либо ради хабиров был таким сотрудником вуза что это до сих пор не понимают либо скорее всего он готовит почву и наше с вами восприятие к тому что этим летом нашим детям абитуриентам придется сильно подвинуться связи с большим наплывом абитуриентов с новых территорий как-то вот по-другому иначе понимать логику главы региона в этом эти сложно почти аналогично получилось и с докладом министра торговли алексея гусева о состоянии потребительского рынка в республике башкортостан по сей день сразу с козырей значит они сходили и сообщили нам что индекс потребительских цен по сравнению значит аналогичным периодом прошлого года вырос всего лишь на 1,2 процента хабиров снова благосклонно потребовал сохранять такую значит прекрасную ситуацию при этом гусев говорит что товаров у нас купили значит больше уже на целых четыре с половиной процента при этом же физический объем окруженных товаров составил только девяносто девять и четыре десятых процента то есть сократился что это а это все их статистика которая основывается где им удобно значит на денежном эквиваленте а где-то она на реальный физический объем по-настоящему уже возникает противоречие которую вот четко показывает нам как вешается лапша товара значит купили больше на четыре с половиной процентов в денежном эквиваленте а физически отгрузили меньше на 0 6 процентов а это уже само по себе говорит о том что по цифрам с инфляцией нам врут ранее я вам приводил аналогичный пример с индексом промышленного производства который у нас официально только растет год от года а вот почему-то потребление энергии не растет ну просто не может расти производству без роста потребления энергии их производство растет также исключительно в денежном они физическом объеме вот такая вот у них значит виртуальной реальности кстати информация к размышлению вице-премьер и министр сельского хозяйства льшат фазрахманом своем оперативном докладе состояние посевной упомянул что в прошлом году для агрария в тонна бензина стоило 43 тысячи рублей а сегодня уже 52 тысячи рублей вот не мне вам объяснять что все это значит не имея особого желания обсуждать доклад мин цифры республики башкортостан геннадий разумикина ну во первых сфера в прямом смысле виртуальная а верить на слово членам этой команды нет смысла также нам радостно рапортовали про развитие портала госуслуг но я вот здесь не особо то понял а причем тут республика башкортостан если портал федеральный успех заключается разве что только в том что республика в него как-то хорошо интегрируется ну а во вторых господина разумикина но уже видели в схематозах этой команды сейчас он рулит виртуальной темой где можно очень легко списать много вот я просто не сомневаюсь что когда-нибудь вскроется много интересно именно по этой линии если наши уважаемые зрители и читатели в курсе происходящего в данном министерстве или о наличии каких-либо схематозов то ждем от вас сообщений с пруфами на нашу редакционную почту ватсап и telegram bot собственно больше ничего интересного по оперативному совещанию мне сказать вам ничего ну и продолжим о схематозах команды на неделе управление федеральной антимонопольной службы по республике башкортостан кинула кабанде очередную гранату ведомство предписало признать торги по второй очереди реконструкции улица октябрьской революции недействительными антимонопольщики вполне себе справедливо посчитали что в лот на свыше чем 600 миллионов рублей напихали разноплановые работы которые должны были торговаться отдельно мы как и у вас во все не сомневаемся что сделано это было специально и сознательно под единственным поставщика а именно некого о ск реалист эта тюменская компания была зарегистрирована 2015 году а ее значит директорами учредителем числится некто андраник аэропетян стоит отметить что самого директора у нас в уфе никто не видел и не знает а вот его заместителя армен абавян и аршак арутюнян появляются на всех мероприятиях в том числе с хабировым работая по сути лицами компании наши источники же рассказали что жена армена абавяна марине гаран якобы находится в каких-то родственных отношениях самой коренной хабировой вот какие подряды не без протекции республиканских властей уже получала в уфе данная компания как они заработали миллиарды на халтурно сделано ремонте в парках уфы вы можете прочесть материала по ссылке в описании к данному видео настоятельно рекомендую но собственно говоря возвращаясь к предписанию уфас мало того что он реально обоснованное сам здравый смысл требует городские власти срочно отменять эти торги и назначать новые все тот же здравый смысл нам подсказывает что с антимонопольщиками может не соглашаться ну подрядчик в данном случае ска реалист ведь на самом деле они рискуют остаться без подряда и без части денег а вот мэрии уфы вообще должно быть фиолетово кто будет подрядчиком лишь бы сделали как можно быстрее и качественнее но не тут то на самом деле было не без указания ратмира мавлиева в арбитражный суд республики решение уфас вдруг оспаривают управление коммунального хозяйства и благоустройства города уфа при этом управление еще требует наложить обеспечительные меры на предписание уфас вот что в переводе на простой язык означает а давайте значит мы растянем суд на многие многие месяцы и возможно даже года а тем временем ска реалист за это время все сделает а мы оплатим этот номер не прошел когда видишь как чиновники истово бьются за интерес этой конкретной фирмы то начинали поневоле верить в ее связь с первыми лицами республики к слову например я не очень верю что это схематоз мавлиева и вообще что в уфе они у него есть он во многом как мне кажется правильно делает себя как политик семья у него довольно богатый вот ни к чему им всему эти схематозы а вот хабиров нам обещал много чего к юбилею уфы в том числе и сделать данную улицу а в реальности простите за каламбур видим реалиста и затягивание процесса кстати вокруг октябрьской революции сломано очень много много копий вот начиная от уфимского арбата до единого исторического комплекса с городичем уфа-2 и мечетью ар-рахим в итоге избран а на мой взгляд весьма скромный вариант вот про городище уфа-2 я вам не просто так вспомнил руководитель управления государственная охрана культурного наследия республики башкортостан сладко бахтин оперативном совещании рассказал как все прекрасно в этой сфере а вот в четверг мы вдруг обнаружили что на территорию городищ уфа-2 заехала какая-то большегрузная техника и начала работы мы сначала значит позвонили у башкульт наследия затем сразу же выехали на место происходит мы туда посмотреть что там происходит а вообще собственно вы хотите сказать что территорию памятника не задевает ну просто я вот смотрел сегодня вот сейчас по уфан эту камеру по моему задевает я здесь потому что копал сам то есть вы наблюдаете сейчас посмотрим а вообще кто здесь строительство проводит но и что здесь строить но они не представляются какой не компании относится ну понятно там нас встретил заместитель директора музея древние уфа павел киреев и сообщил что наблюдает за тем чтобы строители не трогали охраняемую часть археологического памятника вот тоже самое нам про границы памятника рассказал и заведующим сервис сектора археологии этого же музея антон проценко но при этом не киреев не проценко не смогли или не захотели нам сказать кто это значит и что строит на данном участке в нарушении градостроительного кодекса российской федерации на объекте нет паспорта объекта вот госжилнадзор а у сами же строители сказали что то же самому нас наняли для раза хоровод по телефону городская мэрия также не удосужилась упорно ответить нашей редакции кому и на какой объект выдано разрешение на строительство хотя уже уже есть залитые бетонные столбы ранее на наш запрос на имя уже самого премьера андрея назарова а именно его лично обвиняют в разрушении исторического памятника его красавица пресс-секретарь значит ответила нам что правительство республики башкортостан вообще здесь не при делах вот похоже что при делах таки хочется сказать уголовных будет ратмир мавлиев и сам башлова но между тем на кадастровой карте росреестру указано что земельный участок имеет назначение под религиозные и культовые цели тут нет секрета полишинели что по инициативе руководства республики а в частности лично премьера министра андрея назарова там хотят построить какой-то храм всех святых тут мы видим сразу несколько моментов и аспектов первое повторюсь археологический памятник это не только какая-то ограниченной территории взятая под охрану она может быть быть шире а это именно тот случай вот я лично рад что покойный неаза абдулхакович мажитов уважаем археолог известный не видит этого безобразия второе амбиции не позволяют вот радио хабирову почему-то довести стройку мечети арахим до конца а вот амбиции значит премьер-министра позволяют возвести тому храм мне кажется радио хабирову наверное уже пора как-то определиться собственным вероисповеданием третье застройщика как мне кажется скрывают вовсе не случайно тут два варианта может быть застройщиков вовсе нет ходят слухи что некоторых уфимских застройщиков нагибают чтобы они бесплатно зашли на этот объект в порядке некой добрые услуги за бесплатно ну либо строить будет скажем так близко к властям компании тогда будут цены максимальные все это не только довольно пошло но мне кажется способно породить породить какие-то дальнейшие конфликты возвращение выпуска хочу вам сообщить что завершилась история связи на к нам в офис полиции изъятия моего рабочего компьютера по заявлению ну а точнее как я лично сам считаю доносу руководителя администрации главы республики максима забелина административное расследование в отношении меня прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения здесь я наверно вам процитирую сейчас часть документа данного постановления установлено что высказывание в которых действия вооруженных сил российской федерации осуществляемые на какой-либо территории характеризуется как преступные захватнические связанные с убийством мирных граждан не имеется вот такой вывод сделали в экспертном центре мвд я лишь отмечу следующее это профессионализм наших полицейских и не только в отношении лично меня эта формулировка сама по себе раскрывает в чем состоит собственно говоря правонарушение по статье 20.3.3 коап.рф не во фразе что-то про мир а в дискредитации действий армии на конкретной территории в конкретное время и в конкретном ключе ну как то так еще раз настоятельно прошу подписаться на наш канал если вы еще не подписаны обязательно ставить лайки если не успели комментировать чтобы мы вас всегда могли чувствовать но и поддерживать нашу работу нашей редакции донатами запомните мы здесь никуда не уехали работаем для вас для республики чтобы она снова стала великой ну расхабирует и не удается пока ну а но и но так 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 Продолжение следует...